Поддельные денежные знаки – тема, которая никогда не теряет своей актуальности. Пока существует такая система оплаты товаров и услуг, будут и умельцы, способные запустить в оборот подпольно отштампованные купюры. Сами дельцы с таким богатством, как правило, не светятся. Зачастую они разменивают крупные и ненастоящие деньги на подлинные в ходе мелких покупок на рынках или сбывают липовую валюту, что называется с рук. А уже следующий владелец дензнака, который не подозревает о махинации, смело несет свои сбережения в банк и попадает в неприятную ситуацию. Банкноты изымаются, в отношении человека, пытавшегося их сбыть, проводится проверка. Приобретают, как правило, их всегда за границей, как правило, с рук. Потому что если в государственных учреждениях их приобретают, допустим, в банках, в каких-то филиалах, обменных пунктах, то, как правило, там подделок очень мало. Их обычно выявляют рано или поздно. Приходят они сюда, в наш отдел, проводятся исследования, делается экспертиза. Как показывает практика, лидером среди подделок являются 100-долларовые купюры. В последнее время все чаще из оборота стали изымать и поддельные российские рубли. Евро, образно говоря, рисуют гораздо реже, однако такие факты тоже имеют место быть. Притом, зачастую ненастоящие денежные знаки похожи на своих подлинных товарищей, если не как родные, то как сводные братья точно. При их изготовлении мошенники пользуются таким оборудованием, которое способно сымитировать работу настоящего печатного станка. Распознать в таком случае копию под силу только специалисту, однако некоторые правила для проверки денежных знаков могут помочь и обывателю. В первую очередь надо смотреть на качество изображений. То есть, как правило, они такие размытые, мелкие детали не прорисованы, вот уже стоит задуматься. Хотя, конечно, есть такой вариант, что она может быть была когда-то постирана, либо очень сильно изнасиловалась. Такое тоже имеет место. Но, тем не менее, надо смотреть на качество изображений. Во-вторых, всегда есть средства технологической защиты, это водяные знаки, защитные нити. На них тоже надо обращать внимание и тоже на них внимательно смотреть. Дело в том, что водяной знак, он тоже должен быть качественным. То есть, когда вы смотрите на просвет этот денежный билет, видите водяной знак, но если он очень, скажем так, непрорисованный, некрасиво, плохо просматривается, это тоже уже повод для сомнения. Также стоит обращать внимание на рельефность. То есть, некоторые изображения в денежных билетах, они наносятся специальным способом печати, так называемая глубокая металлографская печать. И получается, что на ощупь там прощупывается рельеф. Проверить сомнительную банкноту на подлинность можно в межрайонном отделе Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь по месту жительства. При обращении в частном порядке данная услуга проводится на платной основе. Однако, если вы сомневаетесь в подлинности попавших к вам денежных знаков или планируете крупную покупку-продажу, то такой способ застраховать себя от рисков, как заключение эксперта о подлинности купюр, может стать своеобразной подушкой безопасности. В случае, если организация или физическое лицо проводит какие-то крупные сделки, купли-продажи, много наличной валюты, долларов США, российских рублей, и данная организация, либо физическое лицо сомневается в подлинности всех этих денежных билетов, он, естественно, может на платной основе провести исследование. По результатам проверки будет составлена справка и выдано на руки этому физическому лицу, либо организации предприятия.